Преступления, которого не было. Жительница города Слободского обратилась к правоохранителям с заявлением о побоях, которые ей якобы нанёс бывший муж. Доследственная проверка доказательств ее словам не нашла. По результатам данной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении заявительницы по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ за совершение преступления в виде заведомо ложного доноса. Так что к уголовной ответственности в итоге привлекли саму заявительницу. Вину подсудимая признала в полном объеме. Причиной такого поступка женщина назвала месть бывшему супругу. К слову, характеризуется она с положительной стороны. Прежде ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Слободской районный суд принял во внимание эти обстоятельства и назначил ей в качестве наказания штраф. Приговор пока не вступил в законную силу. На стадии как принятия заявления, так и на стадии получения объяснений сотрудники полиции разъясняют в том числе и уголовную ответственность лицу за заведомо ложный донос. По большей части те лица, которые обращаются в правительные органы, они несерьезно к этим моментам относятся. По большей части даже в некоторых ситуациях игнорируют. Тем не менее, данная норма законодательства находит свое применение. Ну и соответственно, уже влечет, как я уже говорил, не административную, а именно уголовную ответственность. Более серьезные последствия. Продолжение следует...